Как я пойму, что умер? Говорят, там свет в конце тоннеля, но я ничего не вижу. Я даже не слышу, как говорят. Слепо глухой. Целая серия социальных роликов, часть всероссийской акции «Урок доброты». Послание, заложенное в этих видео, простое. Смерти подобно, когда человек остается один. Инвалидам очень нужно общение, но почему-то в России к их потребностям относятся с настороженной опаской. Слабовидящая девушка Анастасия Васильева рассказывает, в школе сверстники никогда не шли на контакт. Сейчас практически ничего не изменилось. Но, конечно, с взрослением студенты более толерантно относятся к этому. У меня, например, в группе нет такого, чтобы кто-то что-то говорил, унижал или еще что-то. В школе такое было. Меня это уже радует. Свою жизнь девушка решила посвятить благородные цели. Нести эту толерантность в массы, с одной стороны, а с другой – работать психологом с такими же людьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и акцию «Урок доброты» решила поддержать. 3 декабря, в Международный день инвалидов, стартовала череда лекций и встреч по всей стране. Присоединился к эстафете и Сахалинский госуниверситет. Руки доброты призваны привлечь внимание к проблемам этих людей. Они называются социальными уроками. Я думаю, что это очень правильно. И нам предложено не только со студентами проводить. Вполне возможно, что вскоре поговорить о проблемах инвалидов соберут и более широкий круг людей. Эту идею с энтузиазмом встретили в профильных НКО. Например, представители общества слепых. Это одна из самых активных организаций на Сахалине. Ее члены организовали в областном центре собственный самоздат шрифтом Брайля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!